Наши коллеги из телестудии Дон Православный стали свидетелями торжественной церемонии освящения воинского знамени ГУФСИН России по Ростовской области. В праздник Вербного Воскресения его осветил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. За богослужение молились начальник ГУФСИН России по области генерал-майор Сергей Смирнов, руководитель отдела по тюремному служению Ростовской Донной епархии священник Андрей Мацаганов, сотрудники ведомства и многочисленные прихожане. Служба исполнения наказания по Ростовской области сравнительно недавно стала самостоятельным федеральным подразделением и не имела своего знамени. В марте этого года состоялось его торжественное вручение Донскому управлению. Официальный символ и реликвия олицетворения чести, доблести и славных традиций. Знамя для русского воина всегда считалось священным. Благословляется и освящается знамение, благодатью Всесвятаго Духа, окроплением в Одессе освященное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Отвещение знамени Гувстин в праздник Вербного Воскресения лишь на первый взгляд случайность. По словам митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, церковь учит нас тому, что случайностей не бывает. В том, что в праздник Вербного Воскресения и в этом древнем соборе, в котором молились наши предки, уходя в походы, это войсковой собор, было освящено это знамя, в этом есть особая закономерность. Во-первых, сегодня Вербное Воскресение, мы держим в руках ветви верб, я об этом говорил сегодня в проповеди, и церковь называет вербы знаменем победы, знаменем победы жизни над смертью. И освящение знамени – это тоже особый символ, потому что знамя перестает быть просто атрибутом власти, атрибутом того или иного рода войск, оно становится святыней. Я глубоко уверен, что сегодняшний день, именно такой торжественный день, знаковое событие в духовно-нравственном воспитании нашего личного состава войдет в историю Главного управления исполнения наказания по Ростовской области. Еще с древности так заведено, что на русских знаменах были изображения святых. Воинское знамя Гувсин по Ростовской области – не исключение. Святой Георгий Победоносец, а также Андреевский флаг, распростертый над башней, на знамени – символ христианства, неразрывной связи воина с православной верой.